О, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь! Сегодня нам представится возможность поиграть в шедевр российского игростроя. Игрушка под названием 35 миллиметров, и судя по фотоаппарату, который находится у нас на загрузочном экране, что-то будет всё крутиться вокруг, видимо, 35-миллиметровой фотоплёнки. Ключик к игре любезно предоставил разработчик Сергей, за что ему огромное спасибо и уважуха. Ну что, ребят, давайте начнём. Это постапокалиптическая адвенчура про двух путников, которые идут по безлюдному миру, в котором перестала существовать любая инфраструктура, и им нужно будет дойти до цели. А какова это будет цель, мы узнаем чуть позже. Начинаем новую игру! Как вы уже поняли, игрушка полностью на русском языке, даже озвучена русскими актёрами. Она обещает очень густую атмосферу. Очень интересный сюжет, и, видимо, родные сердцу русского человека пейзажи. По-моему, вот оно уже, смотрите, умывальник на старом заборе. У каждого на даче есть такой. Если, конечно, у вас есть дача. А вот, похоже, один из главных героев. Что в нём, телогрейка? Или это просто какая-то поноженная куртка? В доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Окей, ладно. Пока что мы не знаем ничего об этих главных героях. Надеюсь, сюжет раскроет нам их судьбу. Так, смотрим, что у нас. Ну, всё довольно-таки неплохо нарисовано. Конечно, это не шедевр. Нужно проверить свои вещи. Нажмите тап. Давайте тапнем. Что это у нас? Плюсик, видимо, это такое... Что это? Это, наверное, медицина, хилка. Ноль у нас, да? Ложка с вилкой. Это у нас поесть еда. Одна единица еды. И какая-то батарейка. Тоже по нулям всё. У нас также есть фотоаппарат. Есть нож. И на F у нас активируется фонарик. То есть, если мы нажмём 1... Ага, мы достаем вот так вот фотоаппарат. И может что, фотографировать? Я только что сделал фотку. Блин. Надеюсь, здесь бесконечная фотоплёнка. На двойку, если мы нажмём, то мы найдём нож. Ох, мы можем даже драться. Неужели это будет не просто адвенчура, а это ещё и будет какой-то экшен? Слушай, очень интересно. И фонарик на F. Но всё, в общем-то, нормально работает. Он сказал, что нам нужно зайти в дом и осмотреться. Да, вот мы можем ходить, мы можем бегать. Всё отлично. Я предлагаю убрать нож всё-таки. Мы пока что с нашим друганом вместе находимся. Я не понимаю, почему такая громкая музыка в игре. Понятно, что эмбиент очень приятный, очень интересный, завораживающий. Такие вот прекрасные божественные лучи пробиваются сквозь крону деревьев. Но из-за этой музыки не так хорошо слышны диалоги. Если ты готов, можем идти. Ага, всё понятно. Что-то голос где-то я уже это слышал. Интересно, кто озвучивал? Чувак подозрительный какой-то. Я не знаю, то ли это наш друг, то ли это вообще какой-то незнакомец. Он говорит, можешь сам проверить в доме. Давайте сходим лучше проверим, посмотрим. Да, конечно, темновато немножко здесь. Темновато. Я бы даже яркости прибавил. Ну ладно, посмотрим, как нам будет играться. Так, что у нас? Мы можем как-то с этим взаимодействовать. Почему-то, смотрите, ящик подсветился. Но я нажимаю на него, и ничего не происходит. Ладно, наверное, это просто так. Я надеюсь, что это просто так. Так, вот смотри, какой-то ящик. Слушай, мы, наверное, как-то можем взаимодействовать. А, вот смотри, на Е. На Е мы можем взаимодействовать. Всё понятно. Нетривиально, как мышкой обычно мы нажимаем. Да, смотри. Какая-то штуковина. Ух, смотри, мужик с косой. Я на какой-то дачник. Так, стой, 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 стой. Я хочу взять эти ножницы. Я могу взять эти ножницы? Я вроде навожу на них курсор, но ничего не происходит. Ладно, ладно. Нет, так нет. Значит, всё взаимодействие происходит на кнопку Е. Это мы открыть, может быть, как-то можем? Так, смотри, ладно. Физику, физику нам показывают, что вроде она здесь как бы даже есть. Банки склянки, паутина. Дом явно заброшенный. Здесь давно никого не было. Хм, что-то консервы какие-то. Так, смотри, здесь кастрюля. О, здесь у нас что такое, интересно? Какие-то бутыльки, какая-то банка, кружка. Так, ладно, смотрим дальше. Что у нас здесь? Это просто какая-то шкатулка. Какой-то ящичек. Может быть, даже какие-то инструменты были там раньше. Чайник. О, мы взяли батарейки, по-моему. Ха, говорил, нет, ничего. А что это вот такое мы взяли? Давайте глянем. Три... А, консервы. Это были консервы. Три единицы еды у нас теперь есть. И лампы мы можем зажечь. Здорово. Окурки, да? Всё в самых лучших традициях русской глубинки. Вообще, на самом деле, я очень рад, что русские игроделы всё-таки выпускают какие-то продукты. Пусть, может быть, это не ААА. Какие-то блокбастеры сверхзнаменитые, сверхраспиаренные. Но зато что-то делают. И даже просто вот первого взгляда на игру достаточно, чтобы понять, что парень хорошо потрудился. Посмотрим, что у нас будет с сюжетом, потому что, действительно, сюжет обещают очень интригующий, атмосферный. Мы любим с вами атмосферные игры, так ли? Всё, я готов, в общем-то. Давай, пойдём. Что? Мы должны просто начать движение, и он пойдёт за нами. Погоди, он сказал, если ты готов, можем пойти. Да, я готов. Что делать-то? Эй, товарищ! Не понимаю. Не совсем понимаю, как здесь, что делается. Может быть, нам нужно обойти? Обойти дом, посмотреть, что вокруг. Давай сбегаем, посмотрим. Так, что-то у нас здесь какая-то кадушка. Ничего, в общем-то. А, смотри-ка, вроде наверх забраться можем. Мы можем забраться наверх? Нет. Нет, мы не можем забраться наверх. Да. Это не работает. Ну что, дружище? Я предлагаю идти. Или он ждёт, пока я пойду? Давайте пойдём, да посмотрим. Пойдёт он за нами или нет? Я практически бегу, никакую выносливость. Идём. Ага, тут точно идём. Ещё и так сделано, что вроде как, когда он находится на расстоянии от нас, то, соответственно, мы слышим его хуже. Вот они пошли куда-то. Это у нас катсцена, я не могу здесь никак управлять. Дело происходит, по-моему, летом, судя по пуху, который летит. Но так как они одеты, так летом обычно не одеваются. 35 миллиметров. Почему именно плёнка? Что здесь будет завязано на процессе фотосъёмки? У нас уже была одна игрушка, помните? Life is Strange. Там-то было так же. Фотография играла не последнюю роль. Вроде как здесь какие-то элементы выживания должны быть, поскольку у нас есть еда, у нас есть батарейки, у нас есть хилки, аптечка, то бишь. Значит, как-то мы всё-таки будем ими пользоваться, как-то нужно будет их собирать. Никакой выносливости, никакого холода пока что я не видел. Никаких шкал, отвечающих за эти параметры, не было. Значит, этому не будет уделено много внимания. Вообще, атмосфера очень напоминает сталкера. Хотя здесь нет навороченных группировок, нет ребят в экзоскелетах. Пока что нет. Пока что два таких полубомжеватых мужика идут. Анимация не самая лучшая, это факт. Но всё-таки это можно списать. Это можно списать на нет. Просто даже потому, что русские ребята делают игры. Лично мне почему-то это греть душу. Не знаю почему. Смотрите, здесь какие-то отпечатки от шин. Ну что, вот тот грузовик или это прицеп какой-то. Я видел, вдалеке был дом. Там было строение. Там был дом. Но мы туда не идём. Я не знаю, открытый здесь мир или нет. Или прохождение будет довольно-таки линейным. Пока что сложно говорить. Так, что здесь? Это прицеп, который перевозил брёвна. Видимо, китайцы воровали лес. Как обычно это происходит. У нас, по крайней мере, в Сибири так всегда происходит. И ещё нам обещают здесь несколько концовок. Что тоже радует. В зависимости от того, как мы будем предпринимать решение. Принимать решение здесь. Что скажешь? Так, минутку. Ага. Всё верно. Скоро будем у дороги. Окей, куда идём? Я иду за тобой, чувак. Где там что-то было? Что это такое там? Вы видите? За деревом что-то появлялось и исчезало. Вот там, где я сейчас прицелом показываю. Офигеть. Я надеюсь, никакой страшный зверь на нас не нападёт. Или это был просто глюк какой-то. Но мне явно не показалось. Тихо-тихо. Чё за звуки? Реально, саундтрек очень атмосферный. Особенно, если играть в хороших наушниках и в тишине. Вот, только что. Там что-то было, что-то исчезало, появлялось снова. Во! Кто там? Видите, видите, видите? Кусты. А, это просто... Это просто кусты прорисовываются. Фу. Я уже думал, сейчас какие-то невиданные твари окружат нас. Судя по окружению, это вполне возможно. Не знаю, какие-то мутанты или какие-то невиданные звери нападут на нас. Но они идут довольно-таки бесстрашно вперёд. И никакого оружия у них нет, кроме ножа. И фотоаппарата, который можно запугать. Недалёкую тварь какую-то. Пока что ничего не ясно, ничего не объясняется. Куда идём-то сюда? Скоро будем у дороги, сказал он. Значит, у них есть какая-то цель. Значит, они не просто бесцельно бродят здесь. Ох, сосенки, смотрите. Родные, сибирские сосенки, да? Привет, дружище, как ты себя чувствуешь? Ты в порядке вообще? Ух, он прошёл сквозь нас. А не привидение ли ты? Местность тут дикая. Будь начеку. Ладно, ладно, я нож возьму на всякий случай. Ага. Ага. Так говорит наш главный герой. Ага. А кто на нас может напасть здесь? Кролик? Или мутировавший волк? Суть истории этого мира такова, автор не приводит много подробностей, просто лишь говорит, что неизвестная эпидемия опустошила большую поверхность земли. То есть какая-то эпидемия, значит, и болезнь, и вполне возможно, что будет какая-то нежисть здесь. Может быть, а может быть и нет. Ну-ка. Мяу. Да, ладно, понятно. Это пока что не проработано. Хотя вот в таких играх нет небольшой необходимости делать, допустим, отскок от ножа по дереву. Хотя, может быть, если мы будем здесь сражаться. Тебя не смущает, дружище, что я иду с ножом наперевес? По-моему, я просто озираюсь, как какой-то параноик. Птички чирикают. Ветер шумит. Мы с тобой идем по лесу. Так, ехала машина, и мы, наверное, идем по ее следу. Да? Эй, чувак. Что с ним победим? О, смотри, белка, 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 белка. Белка, привет, брундучок. Мы можем ее зарубить? Первая мысль, которая пришла ко мне в голову, можем ли мы ее зарубить? Я не живодер, но мне просто интересно, сделано ли здесь все настолько реалистично. Ну, как мы видим, нет. И взаимодействовать с окружающей средой мы вряд ли сможем здесь. Да это, в общем-то, и не требуется в адвенчурах. Я вижу какую-то лавочку. Лавочку на пригорке. Значит, или это не лавочка, или это просто... Это лавочка, смотрите. Или что это такое? Или это автомобиль. По-моему, это остров автомобиля. Я предлагаю побежать вперед и осмотреться. Мы можем очень долго и ждать, пока он пройдет. Ох, точно-точно, смотри-ка. О, это я, кстати. Это я. Не совсем не похож на меня. Мы вышли к дороге. Как они и планировали. По карте посмотрел он. Так, какой регион у нас? Что, ребят? Все правильно? Все правильно мы идем? Что скажешь? Ладно, я уберу нож. Это что, как-то совсем не дружелюбно. Ну и что? Ну скажи уже что-нибудь. Нет, по-моему, он просто озирается по сторонам. Давайте посмотрим, что у нас. 36-й регион. А что такое 36-й регион? Я не знаю. Ребят, знаете, что такое 36-й регион? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что такое 36-й. Мы сможем понять, где это тогда происходит дело. Так, передняя дверь только открывается у нас. И, по-моему, все. Насчет капота. Мы не собираем здесь никакие ресурсы, бензин, какие-то металлические предметы. Нет, похоже, нет. Ну что, предлагаешь идти дальше? Пойдем вниз. Мне кажется, он что-то знает. Он знает, он знает, куда мы идем. Может быть, наш главный герой тоже знает, но нам пока не рассказывает. О, смотри-ка. Ты хочешь сделать фотографию? Отлично. Слушай, я этого не делал. Он это сделал сам. Он как бы нам показал, что мы можем это делать. Что теперь? Загрузка. Так, смотри-ка. Очевидно, что у нас должен быть какой-то фотоальбом. Что происходит, блин. Да. Ладно. Репортером был. Нет. Просто увлечение. Понятно. Если мы фотографируем... Почему он ничего не говорит? Кто-то однажды назвал фотоаппарат маленькой машиной времени. Она позволяет окунуться в прошлое. Вспомните почувствовать те эмоции, что сопровождали нас в тот период жизни. Хотя порой это бывает крайне болезненно. Все же хорошо, что есть такая возможность. Мне кажется, что это не диалоги, а это мысли главного героя. Ну что скажешь? Что не так? Что тебе не нравится? Если есть фотоаппарат, значит есть и фотоальбом. Значит мы можем как-то сохранять эти снимки, потом смотреть. Может быть они как-то будут использоваться. А может быть они просто нужны для коллекции, чтобы мы надолго запечатлели моменты игры. Отлично. Мы подходим с вами к какой-то трансформаторной будке. И здесь никого. Здесь есть консервы. Мы можем взять? Или они уже пустые? Да, наверное просто банка. Так. Смотри, что у нас здесь. Здесь решетка. Но мы здесь явно не пройдем. Что скажешь, дружище? Я уже тебя опередил. Здесь у нас... Что такое? Веревочка что ли какая-то? Или это проволока? Неужели мы ножом не сможем ее порезать? Да, конечно, сможем. Смотри. Как дважды два? Так, смотри-ка. Ну, значит, все-таки у меня голова пока что работает. Значит, мы соображаем, как здесь все проходить. Пока что. Так, смотрим. И здесь у нас что? Это какой-то радиатор. Непонятный баллон с газом. Решетки. Ничего. Можно идти дальше. Смотри, укроп! У-у-у! И как я любил на даче носиться сквозь вот эти огромные столбики укропа, стебли. Они еще такие задеревенеют, когда их можно... Или высушатся, когда осенью. Можно срубать и такой трубкой, или бросать ее как копье, или драться как шпагой. Она, конечно, непрочная, но зато очень легкая. Трактор. Трактор у нас просто здесь застрял. Ничего нету. Бочка. Так, ладно. Че, ты куда полез-то? Ты в порядке, чел? Я просто бегаю, как сумасшедший. Ничего скажешь. Он живет своей жизнью совершенно. Он как-то особо... Ой-ой-ой! Волчара, волчара, волчара бежит! Че, деремся? Бью его? Эй, смотри! Смотрю, смотрю, смотрю. Тихо, тихо, это мутировавшая собака. Осторожно. Ну-ка. Слушается, она бросится на него. Привет, песик. Привет, песик. Ты смотри. Ну, вроде он нормальный, вроде дружелюбный. Ладно, нож уберу. Подойдем, погладим его. Сейчас. Набросят на нас. Да, такое возможно. Пойдем, чел, сходим туда. Я должен идти за ним, или как? Почему ты не хочешь сходить туда? Смотри, там еще какое-то здание есть. Давайте сбегаем, посмотрим. Вроде как, это не запрещено. Главное, чтобы смерть не нашла нас там. По-моему, это точно такие же два строения, что и были там. Создается некая иллюзия открытого мира. Чего мы пройти здесь не можем. А можем обойти. Не стоит уходить далеко. Все понятно. Все понятно. Я-то думал, здесь открытый мир, и можно здесь побегать. Было бы круто, на самом деле, сделать открытый мир. С такой атмосферой. Фу. Ладно, идем дальше. Хочешь идти дальше, будем идти дальше. Достану ножик на всякий случай. Так, смотрите, все-таки я устаю. Ага, все понятно. То есть шкалы. Не понял, что это такое там? Пугало, что ли? Видите, какой-то человек стоит. Или это чучело? Твою налево. Сходим, посмотрим. Блин, кто это? Мне кажется, это чучело. Или это мертвец? О, это чучело. Реально, это чучело. Противогаз. Мы можем взять его? Не, мы не можем его взять. Блин. Выглядит издалека как слендер какой-то. А что он охраняет-то? Ну, только не говорите, что... Нет, это не конопля. Это какая-то крапива, не знаю. Или малина. Они выращивают здесь малину. Маленькие побеги малины похожи. На это. Так, ладно, я бегу вперед. Куча дорожек каких-то. Но нам нужно идти именно по этой. Я все правильно понимаю. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Что-то какой-то звук начался. Мне нравится исследовать такие меры. Они непредсказуемые, загадочные и даже в какой-то степени таинственные. Что там? Что ты там увидел, дружище? Ё-моё, сейчас что-то будет. Что такое? Охренеть, ребята, медведь! Быстро валим отсюда, конечно, валим. Давай, побежали, побежали, побежали. Куда бежим-то, куда бежим? Так, всё, я могу управлять. А где ты? Давай, убегай. О, нифига там, медведь. Куда бежим-то, ё-моё. Погоди, куда он бежал? Не понял, куда он делся? Офигеть, я потерял его из виду. Ладно, я просто бегу, короче. А, вон он, вон он. Всё, я просто бегу, бегу. Где он? Где медведь? Блин, где медведь? Я не вижу его. А, вон он бежит. Я просто хотел на него посмотреть. Давай, давай. Делай ноги скорей, мужик. Это просто испытание. Помните, там было испытание, чтобы сбежать от медведя? Давай, 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 открывай быстрее, амбар. Я забегаю сюда. Что делать? Давай, 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 быстро, 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 быстро. Хватайся, ё-моё. Так, по-моему, он начал сам. Так, Е нажимаем. Бум! Так, быстро, быстро, быстро. Закрывай, закрывай, закрывай дверь. Охренеть, у него ещё есть. У него ещё и пистолет есть? А зачем мы убегали, если у тебя был пистолет? Ну, вопрос на него сострелить, и всё. Ну, ладно, тебе видней. Фух, вроде как мы перешли с вами в следующую локацию. Хотелось бы побольше диалогов, чтобы больше как-то проникнуть в суть происходящего. Что это? И это воспоминания, или я очнулся сейчас, то ли уж. Что происходит, блин? Так, надо же нажимать на Е. Видимо, что почухаться. Я на какой-то больничной койке? Что это? Это больница, или это просто, не знаю, детсад, интернат? Или это просто воспоминания? Так, это у нас, смотри. Это явно больница, тут лоток медицинский. Ножницы. Так, здесь у нас ничего. Какая-то кровища, ё-карный бабай. Да здесь люди умирали. Спички. О, смотри. Это же легендарные спички Феско. Кто такие спички видел, ребята? Ставьте лайк этому видео. В комментариях напишите. Я видел спички. Капельница. Это явно больница какая-то. Вот увидел просто спички с известной эмблемой и столько радости. Ну, не то, что радость, но, ребят, но действительно приятно. Просто приятно увидеть что-то знакомое. А то все эти буржуйские игры уже, честно говоря, подзадолбали. В них нет особо ничего родного для нашей русской души. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, где же мы с вами оказались? Ребят, это вам ничего не напоминает? Помните игрушку такую? Town of the Light. Ординаторская. Ну, прям вообще один в один. Я на... Господи, там кто-то... Там кто-то лежит. Это мертвец? Какие-то люди здесь. Офигеть, смотри. Умирающие или мертвые? Я надеюсь, он у нас не кинется. Фу. Смотрите, по-моему, он мертвый. Он не дышит. И мухи летают. Фу, какая гадость. Меня аж перетернуло немножко. Кровище. Или кто-то просто сходил под себя. Хм, что делаем-то? Так, это все вещи, с которыми мы не можем взаимодействовать. Я бы, честно говоря, сделал немножечко посветлее. Вот, смотри, какая-то записочка здесь есть. Сегодня пятый день с момента госпитализации. Палаты уже переполнены больными. Судя по суете, беспорядочным действиям врачей, они в панике и сами не знают, что делать. Носят респираторы, а кто-то даже противогазы. Выдают какие-то лекарства, да только пользы от них не ощущается. Процедуры никакие не проводят. Половина медицинских аппаратов не работает. Видимо, все разворовали давно и обновить не смогли. Как у нас это обычно принято? С родными общаться не дают. Информации никакой не делятся. Поговарив, что эпидемия случилась не только в нашем городе. Более того, не только в нашей стране. Надеюсь, все обойдется. Ох, я тоже надеюсь, что все обойдется, но... Судя по происходящему, не обошлось. Или это какие-то воспоминания, или мы с вами действительно зашли в какую-то больницу. Мне кажется, что все-таки первое. Люди просто умирают здесь. Просто умирают от неизвестной болезни. Так, смотри-ка, у нас здесь противогазы. Я предлагаю все-таки поисследовать немножечко вот эти ящики. Игра явно не на экшен. Если вы ждете здесь каких-то... Какого-то мордобоя, я не знаю. Крутых поворотов сюжета. Хотя, в принципе, это возможно. Какой-то беготни, стрельбы. Ребята, эта игра немножко не из той серии. Это игра на погружение. Погружение в атмосферу. В сюжет. Так, идем дальше. Скальпели. Больничная тема вызывает немножко печали и грусти. Так, ладно. Кто-то харкается, я слышу. Если кто-то харкается, значит, очевидно, должны быть какие-то люди здесь. Так, смотри. Записки не работают. То есть я пытаюсь как бы взять. Не работают. Я не могу их почитать. Что у нас здесь? Радио. Насрадио. Вы слышите, да, этих ребят? Местные власти делают все возможное для нормализации ситуации. Но, как нам известно, большинство районных больниц уже переполнено. Оставшиеся места не так просто заполучить. Впрочем, положите меня на эти отключения, пока не наблюдается. Волонтеры, в свою очередь, рекомендую запустить провизии. И по возможности, не выходите с вами домой. Заметим первые симптомы заболевания. Цены от ограничения общения с близкими людьми. Это уточнение реакции. Мы будем продолжать учение, дабы поддерживать вас в курсе событий. Твою мать. Вот представьте, такое случится. Не дай бог, конечно. Что делать? Куда податься? Никто не знает, что за болезнь. Никто не знает, как лечить. Никто не знает, что вообще происходит. Откуда это взялось? И люди просто умирают. О, я надеюсь, такое никогда не случится. Повсюду мертвецы. Просто мертвые люди. Так, ладно. Я боюсь к нему подходить. Дядя! С тобой все в порядке? Да какой же с ним в порядке-то? Ему очень плохо. Аптечка, слушай, мы можем ее взять? Можем взять аптечку? По идее, можем. У нас же есть аптечки в инвентаре. В общем, я подхожу, пытаюсь взять, но не получается. Ладно, значит, она, наверное, выглядит как-то по-другому. На улице вообще свет. Смотри, какая-то фотография. Фотография, погоди. О, парень с девушкой. Счастливая семья. И, наверное, он где-то здесь сейчас. Может быть, даже вот это он. Не повезло тебе, мужик. Просто не повезло. Так, смотри-ка. Блин. Они умирают. Куча палат здесь. Ох, тут сидит даже там так. Блин. Смотри, вот какой-то ящик есть. Подойдем, посмотрим. Мы его открыть не можем никак. Так, смотри, 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 какие документы есть. Отлично, отлично. Это то, что нам нужно сейчас. Эта локация нужна именно для того, чтобы мы могли немножко погрузиться в суть происходящего. Николаев ФВС, дата рождения, 3 августа 1985 года, амбулатурная карта. Поступил в тяжелом состоянии с признаками геморрагической лихорадки. Был произведен дренаж для удаления жидкости из брюшной полости. После ряда процедур пациент пошел на поправку, чему способствовала активизация собственной иммунной системы. Что встречается нечасто при данном типе заваливания. Спустя месяц пациент полностью поправился, приобретя 100% устойчивость к вирусу. То есть все-таки, все-таки кто-то лечится. Так, смотри-ка еще, еще, да, у нас две, по-моему, здесь амбулатурные карты. Ростовцев АП, этот рождение 18, понятно, 76 года, немножко постарше он. Поступил с признаками остро-геморрагической лихорадки в безназначном состоянии 14 июня 2012 года. Температура 38,9 на протяжении двух месяцев проходила терапия, однако в дальнейшем без признаков улучшения был направлен сектор поддержания больных в коматозном состоянии. А вот этот вот, а вот этот вот не выжил. То есть у кого-то наблюдается какая-то устойчивость непонятная, непонятно чем обусловленная устойчивость к вирусу. И полное выздоровление, иммунитет человек получает. А кто-то просто скопычивается и умирает. Одно дело, когда все умирают, ладно, тут понятно, все просто расстраиваются, но когда кто-то все-таки... Охренеть, ребят, по-моему! Смотрите, скальпель. Такое ощущение, что он просто вскрыл себе вены. О, боже мой! Так, смотри, еще какое-то письмо, можем мы его почитать? О, смотри, можем почитать. Не могу больше это терпеть. Ощущаю симптомы уже третий день. Сегодня все ужасно болит, словно искупали в расплавленном олове. Медикаменты не помогают. Приглушить боль позволяют лишь наркотические препараты, которых уже не осталось. Да, он не смог это терпеть. Бедняга. Фу, это очень печально. Атмосфера реально очень густая. Автор не обманул. Что у нас здесь написано? Денег нет? Вы держитесь тут? Хорошего настроения и здоровья. Деа Медведев. Ха-ха-ха-ха! Денег нет. А, денег нет, вы держитесь тут! Слушайте, это же недавно было! Это же недавно было! Офигеть! Круто! Смотрите, практически в реальном времени добавили сюда. Эту штуку. Да, прикольно. Я уважаю такие пасхалки. Очень нравятся такие пасхалки. Прикольно. Смотри, здесь уже все. Здесь уже трупы. Так, ясно. Ясно, ясно. Здесь трупецкие. По-моему, вот эти вот записки, они такие просто. Это записки, которые спаунятся здесь везде. Что у нас здесь? А, здесь ничего. Просто крисло-каталка. Ясно. Ладно, идем дальше. Так, 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 так. Слушай, сколько здесь комнат? Что? Там кто-то есть? Офигеть. Больной вышел. Живой? Погоди, погоди, погоди. Он увидел нас. Ммм, ясно. Все, на этом флешбек заканчивается. Я не знаю, они превращаются как бы в зомбарей каких-то. Или просто они умирают и болеют. Болеют. Что, мужик? Все ясно, это были воспоминания. Я думаю, что мы нашли прибежище в этом амбаре. Может, все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Да, хороший вопрос. Мне тоже интересно. Нам всем интересно. Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. О чем вы? Ладно. Право твое. Я бы добавил возможность увеличивать громкость диалогов отдельно. В меню настройки такого нет. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространства шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ножку и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствия. Мы можем смотреть, кстати, вот так вот. Машины прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бесит. А кто наш главный герой такой? Он какой-то провожатый, следопытный. Нужно заморить червячка. Все ясно. Ладно, мы в уберющий, ребят. Медведя вроде не видно. Выпрыгивает беда Миша. Нет, конечно, это же не из этой игры. Мы внутри вот этого сарая, двери закрыты. Нам нужно пойти сейчас в колодец, набрать воды. Я думаю, что здесь мы прервемся. Такое общее представление об игре мы получили. И я думаю, что будем проходить ее до конца. Потому что игра интересная, игра интригующая, таинственная. Хочется разобраться, что же это за эпидемия. Может быть, даже мы сможем как-то выжить в ней. А может быть, даже найти противоядие. Кто его знает? Но в любом случае, ребят, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Буду вам очень благодарен за это. С вами был Маугли. Мы с вами увидимся в следующей серии. Всегда оставайтесь на высоте. И не унывайте. Покедова!